Что касается патриотизма, будет ли государство поддерживать? Конечно, будет. У нас нет никакого другого и не может быть никакого другого объединяющего начала. Стоит ли делить хулиганов на своих и чужих? Не стоит. Хулиганы не есть хулиганы. И нужно отличать здравый смысл от всякой пены, которая возникает на этой волне. Но не нужно все-таки нам питаться и информационными фобиями какими-то. Ну вот выставка эта. Ну конечно, если бы ее кто-то не уничтожал, наверное, бы на нее внимание обратили. Хотя, с другой стороны, автор этой выставки, все знают об этом или не все, может быть, знают, его пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Но он решил, что у нас можно делать то, что в Соединенных Штатах непозволительно. То, что реакция была вот такая, мягко говоря, тоже далеко не цивилизованная, наверное, это плохо. Но здесь органы власти должны какие-то принимать решения. Но и в самом сообществе тоже должны быть какие-то внутренние самоограничения. Мы об этом совсем не дам. Мы в Петербурге говорили на совете по... Как у нас совет называется? По культуре. По культуре. По культуре. Вот люди культурные. Мне там тоже вопрос задавали по поводу запрета оперы, значит, Иисус Христос, суперзвезда. Но не надо фобиями питаться. Не надо питаться ложной информацией. В Омске, по-моему, да, не состоялся этот спектакль. Он год до этого состоялся тоже в Омске. Было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали, продали 46 билетов. Поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и все. Никто ничего не запрещал. Но вообще в современном мире запретить ничего невозможно. Мы не пойдем по этому пути. А то, что эта сфера очень тонкая, и здесь нам нужен постоянный диалог с обществом, это совершенно точно. И здесь я с вами согласен.